С людьми, не простыми людьми, которые думают, блядь, на другом, на другой волне, на высшей волне, да, которые не соглашаются на самое маленькое, самое доступное, самое комфортабельное. Знаешь, самое, 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 самое ужасное в жизни, это смотреть назад и думать, ебаный в рот, а я ведь мог, а я ведь хотел, а я ведь, я ведь, я ведь действительно, я действительно мог, у меня была молодость, у меня было время, это самое главное, это время, самое главное в жизни это время, без времени нет ничего, теряешь время, теряешь все полностью, потому что, когда молодой, можно добиваться, можно стараться, можно двигаться, можно падать, можно проигрывать, Можно рисковать, обламываться, обсыраться, обсыкаться, но идти дальше. А когда время ушло, когда тебе в тридцаха, блядь, ну, в принципе, еще и в тридцать можно ебашь епта. И чемпионом мира быть в тридцать, и кем угодно быть. Да можно быть и в сорок, и в сорок пять, но, знаешь, шансы твои меньше и меньше, и по-другому начинаешь смотреть на мир, оседаешь, не такой молодой, и все, молодость ушла, обосрался, блядь. И все. И смотришь назад, это, наверное, самое жуткое, жуткое чувство. Мне сон приснился когда-то давно. Сижу я на порче, блядь. Сижу я на порче, блядь. Старый я, дед. Прикинь, такой сон снится. Сижу, сижу на порче, старенький, и смотрю назад, и думаю, блядь, ебать, жизнь прошла. А я так хотел сделать это. А я так хотел сделать то. А я так хотел быть этим. А я так хотел увидеть это. А я так хотел прокатиться по миру. И нихуя не получилось. И от такого смутное-смутное чувство я от него проснулся. И этот сон я запомнил на всю жизнь. Потому что, мне кажется, лучше умереть. Лучше умереть, пытаясь сделать то, что ты хочешь, и жить так, как хочешь, чем прожить жизнь, блядь. Посреднячески, понял, да? Как просто средний человек, который никогда себе не ставил больших целей. И когда он о чем-то мечтал, он постоянно себя утешал тем, что, а, мэн, это не для меня, это потом. Это я сделаю потом. И отлаживал на завтра. Не хочу быть лентяем, который, блядь, сидит, нихуя не делает в Инстаграме или в социальных сетях. Там что-то комментарии свои строчи дули. Не хочу я быть таким. Хочу... Хочу быть таким, какой хочу быть. Понял? Вот. И если ты там сидишь, себе сейчас слушаешь, не дрочи много, бро. Занимайся делом. Потому что если делом заниматься не будешь, делом будет заниматься кто-то другой, и ты на него будешь работать. Понял? А я работать на дядю всю жизнь не хочу, а потом пенсию, блядь, просить, выпрашивать и быть старичком, блядь, которая сидит, отработавшая, блядь, всю свою жизнь на заводе. Ну и в принципе в этом тоже, наверное, ни хуя, ничего нету, блядь. Хочешь работать на заводе, работай. Это чисто твой удел. А мой удел, вот он, блядь. Вот он мой удел. Я тут всегда всю жизнь хотел быть. И я тут и есть. И в принципе, знаешь, есть еще очень много целей. И чем дальше идешь, чем дальше хочется идти, и чем выше поднимаешься, хочется подниматься еще выше. Это тоже охуенная черта человеческой натуры. Вот. И знаешь, вся это путешествие, блядь, в мир бодибилдинга. Я не могу сказать, что я вырос, мечтая быть бодибилдером. Хотя с самого детства я занимался спортом. Для меня это был, наверное, тоже такой метод самоутверждения. Хотя я очень четко, я отчетливо помню, когда я тренировался в себя во дворе. И зимой. У нас не было ни зеркала, ни хуя там, батька привез гантели, то все. Вот. И я свет включал. И так, чтобы тень моя была на воротах. Я себе там позировал. Вот. И я очень четко-то помню. И для меня это не было, там, для телок, блядь, епта. Хотя, знаешь, оно, ну, помогает, конечно, с самоуверенностью и так дальше. Потому что, если вокруг, блядь, 90% вздыхов, худых, толстых и так дальше, а ты в форме, я, конечно, видел и замечал, что телочки на меня смотрят намного больше. И хотят меня тоже намного больше. Но в глубине души, в глубине души, я не занимался бодибилдингом, блядь, это доставляло мне просто какое-то такое духовное удовольствие, потому что я не тусил. С ребятами особо много, да и особо со мной никто тусить не хотел. Не знаю почему. Вот. Я сам по себе был. Вот. И я никогда себя плохо по этому поводу не чувствовал. Просто тренировался себе, да и все. И я помню тоже очень отчетливо, когда я смотрел на журналы по бодибилдингу и фитнесу. Они, конечно, перепадали мне очень редко, даже когда я учился в Киеве. Вот. Но для меня это было просто, блядь, сказка, когда я там видел, знаешь, бодибилдеров. Вот. Я себе думал, бля, ебать. Я малыш один там, порошок мешал. Вот. Делал себе шейки, яиц, мёда, творога, бананов и прочие, прочие фигни, так, чтобы расти. Вот. Я никогда себе не мог представить, потому что я буду бодибилдером или достигнув статуса профессионала самой престижной организации, да, которая, в принципе, представляет бодибилдинг на планете. Вот. Который создал Джо Уидер. Вот. И я, смотря на все это, никогда не думал, что у меня есть генетика для того, чтобы чего-то добиться. А может быть, у меня её и нет нихуя, просто я ебашил всю жизнь, как папа Карло, в принципе, и сейчас ебашу. Ну, в сторону своего тела, потому что, ну, я же сказал, для меня это какое-то духовное такое настроение или наслаждение приносит. Вот. Я думаю, если человек делает это чисто из меркантильных рамок, да, или помысла меркантильного, чтобы там тёлке понравиться и так дальше, она долго не протянет. Нужно страсть иметь к этому делу. И вообще страсть нужно иметь к этому делу. к любому. Потому что без страсти, ну, далеко не уйдёшь. Чисто помысл их меркантильных, да, далеко не проедешь. Я много людей встречал, которые приходили в зал со мной, там, тренировались, вот, и в Украине, и здесь, вот, примыкались ко мне, там, дружбанами моими притворялись, чтобы накачаться и так дальше, потому что думали, что они две недели со мной, или там месяц, или два месяца, ну, максимум три походят в зал, всё, ебать, олимпия наша. Вот, но, я таких много пожелаю. Я даже не видел. Вот, я просто все двигался дальше, и всё, они мне были так, знаешь, как, 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 страсти к делу, хотя бы привычку нужно себе разрабатывать, ну, а также, это уже говорит о внутренней, внутренности, силе человека, вот, и вся вот это вот путешествие моё в бодибилдинг, ебта, ну, это, наверное, очередная, такой, хасл мой, вот, потому что, когда я в детстве был, я и священником хотел быть, и тем, и этим хотел быть, в принципе, я старался и пробовал делать всё, потому что, ну, по-другому я не знаю как, если мне что-то хочется, я делаю, я это не отлаживаю, я стараюсь, и всё это путешествие в Америку, ну, я всегда здесь хотел быть, я хотел быть в Америке с самого детства, и может быть, это из-за Арнольда, потому что я его увидел в детстве тоже, и у меня вся комната, блядь, не поверишь, бро, вся комната была обвешана, Conan Warburg, Terminator, Хищник, блядь, я, серо, все, вот для меня Арнольд был, всё, Арнольд, и Арнольд, в принципе, стал таким примером для многих людей, и я думаю, что в бодибилдинге есть, такого рода люди теперь, несмотря на какие-то статистические данные, похожие внешне, Келлома и всех остальных, они все долбоебые, реально, блядь, безмозглые, вот, без абсолютно какой-либо личности, или, я не знаю, харизмы, вот, таких людей, как Арнольд, очень мало, и они случаются очень редко, вот, и я очень рад, что я смог, в принципе, получить от отца своего журнал, с Джо Уидером, вот, такой старый, черно-белый журнал, в детстве, мне было 6 лет, вот, я туда сравнивал рост, Арнольда Шварценеггера, и, как же его фамилия-то, блин, второго, это который с ним за Олимпию боролся, с Пампинг Айрон, Люфи Ринер, мы с отцом спорили, кто выше, кто не, вот, не знаю, если бы не бодибилдинг, наверное, было бы что-то другое, но, то, что, то, что меня привел отец с детства, то, что мне на самом деле нравилось, и то, что на самом деле нравится мне сейчас, я обязательно этого не могу жить, даже если, когда я не могу тренироваться, я сейчас травмирован, да, я не могу там плечо двигать абсолютно, и вроде заживает, немного, даже тяжело телефон держать, вот, но сделали мне эту стемселтерапию, вместо операции, и вроде работает, еще два месяца, и смогу, наверное, тренироваться, я просто прихожу в зал, и там, растягиваюсь, ноги качать, просто не могу уже, каждый день, я сейчас иду, блин, ноги болят, просто пиздец, но, по-другому никак, прихожу в зал, и просто сижу в зале, и так я, кстати, делал с детства, я мог в зале просто приходить, и там, пресс покачать, посмотреть, как другие люди качаются, ну, просто быть в зале, потому что, наверное, из всех мест на всей планете, Земля, я бы, наверное, выбрал тренажерный зал, и, несмотря на, буду я нравиться кому-то, нет, и кто-то будет, там, на меня смотреть, или нет, просто потому что, это то место, где живет моя страсть, и так я и говорил, 10 минут назад, без страсти, никуда, приходилось ли когда-либо отступать от своих принципов, да нет, бро, никогда в жизни, знаешь, я никогда никого не предавал, включая себя, если я чего-то хотел, да, допустим, там, порнофильмы, много людей говорят, ты там, чмошник, ты там, гей, ты еще, да никогда я ничего не делал, гейского, вот так там, пофотографировался, голый пиздец, почему, блин, я хотел быть порнозвездой, епта, и я работал с рептизером, в Майами, и, наверное, такая самая, такая щепетильная тема, для многих русских, потому что, это вызывает, такое возмущение, и так далее, вот, я живу в Америке, и мое личное сознание, сформировалось, в этой свободной, для человека, мыслящей в его стране, вот, и, танцевал, стриптизером был, и работал в клубах, и так дальше, или меня, женщины, всегда представляли, такой очень неестественный, интересный, не знаю почему, вот, и, наверное, вот, вот здесь, да, как человек, это русского, вот, которого вырос, в принципе, в очень традиционной семье, наверное, это был такой поступок, который идет вопреки, вот, но, внутри меня, да, потому что я жил в монастыре два года, и хотел быть священником, и монахом, внутри меня, я никогда не чувствовал, что я отступаю от своих принципов, если бы, конечно, там, пошел с мужиками целоваться, лапаться, я понимаю, это было бы против меня, или против того, что я внутри себя верю, в то, кто я есть по своей природе, да, вот, человек, который любит женщин, вот, так, нет, мэн, для меня честь, верность, дружба, правда, такие вещи, которые не купишь за деньги, которые не валяются на дороге, их все меньше и меньше становится в этом социуме, потому что, людям нравится, людям нравится слава, людям хочется денег, людям хочется машин, красивой-красивой жизни, и так дальше, и в основном, большинство живут в депрессухе, потому что, смотришь в инстаграм, да, и в инстаграме видишь только, блядь, завтраки в постель, с видом на Альфа-Войл башню, блядь, машины, катера, телки, блядь, каждый второй уже летает на самолете, хотя, знаешь, да, сейчас дают в рент, блядь, самолеты, так, чтобы фотографироваться, понимаешь, и это людей сводит, блядь, просто в такое, знаешь, постоянное сравнение себя с кем-то, потому что, если ты живешь в каком-нибудь задроченном доме, в квартирке, блядь, в коммуналке, да, кто-то летает на самолетах, жрет с телками, отдыхает, можешь сводить себя на нет, вместо того, чтобы идти, трудиться, и работать, и добиваться, блядь, и ставить перед собой цели, и не останавливаться ни на чем, блядь, ни на чем не останавливаться, просто идти дальше. Я вот тебе хочу сказать, что я на самом деле хотел быть священником, и когда-то, когда я прислуживал в монастыре одном женском, с отцом, мы ездили, да, там, по монастырям, и так дальше, направлял службу, и был такой закрытый монастырь святых бенедиток, бенедиток, бенедикта, святого бенедикта, но это бенедитки были, к ней подошла одна монашка и говорит, слушай, ты будешь отцом, будешь, будешь священником в жизни, на тебе печать жизни стоит священника. Я тогда себе думал, блин, я тогда все равно монахом хотел бы думать, слава богу, господи, спасибо тебе за знак. Но священником и монахом я не стал, но вот проповедником в какого-то степени, да, даже то, что факт того, что я сейчас себе рассказываю, то, что я рассказываю, наверное, говорит о том, что она была в какой-то степени права, потому что жизнь я свою прожил так, как, в принципе, хотел, не останавливаясь ни на чем. Знаешь, родился я в простой семье, я уже говорил много раз, и так дальше. и вот какие у меня были обстоятельства, да, в таких обстоятельствах я жил. У меня не было обстоятельств чемпионов мира по борьбе, потому что я родился именно в такой семье и в таких условиях, или чемпионом миром по этому, или Дэн Балзерин, и я не родился в богатой семье, как Тимати, и так дальше. Была у меня своя жизнь, и папины кроссовки, в которые я засовывал туалетную бумагу, потому что они были на меня слишком большие. Вот, и так дальше, понимаешь, и вот с этими обстоятельствами я жил, и в принципе я счастлив, потому что я из них сделал самое лучшее, понимаешь, потому что люди, которые, допустим, если бы какой-нибудь под другой крендель, типа, Дима, ты родился в моей обуви, я не знаю, кем бы он был, понимаешь, и люди поэтому себя очень часто сравнивают с тем или с этим, с того, чтобы просто взять те обстоятельства, в которых они, и условия, в которых их находится, и сделать из них самое лучшее, потому что, я думаю, это в руках каждого человека, потому что труд, все перетрут, понимаешь, поэтому такая история жизни, бра. Соскучился по нормальным русским людям, которые адекватные, которые, у которых есть охуенное чувство юмора, потому что, ну, русское чувство юмора, самое лучшее чувство юмора, хотя американцы тоже прикольные народы, если честно, и я не думаю, что у меня получилось добиться какого-нибудь такого успеха, и, в принципе, я думаю, что весь мой успех находится вот в этой картинке, потому что я сыт, я одет охуенно, и, ну, в принципе, это тоже не самое главное, вот. Успех заключается в том, что я зарабатываю себе на жизнь тем, что мне нравится делать, опять же, это бодибилдинг, это спорт, это создание одежды, и, знаешь, я иногда смотрю на себя, там, даже два года назад, три назад, думаю, блядь, что я носил, ну, долбоем, клоун, но, если бы я этого не носил, и не пробовал, я бы не был там, где я сейчас есть, и у меня не было бы более развитого чувства стиля, вкуса, и так дальше, потому что оно у меня свое, оригинальное, и ту одежду, которую я сделал, ну, ребят, я вам скажу откровенно, честно, все, что я здесь создаю, в фитнес-мире, да, оно все копируется, хотя, я знаю, что ко мне отношения, в русском, да, там, в фитнесе, или бодибилдинге, или здесь, в Америке, оно, ну, такое же, как и было в школе ко мне, потому что я был человек со своим видением, со своим мнением, со своей мечтой, со своим вкусом, и так дальше, да, но, в конце концов, все эти полудурки, все копируют, и, честно говоря, честно говоря, все это только происходит в инстаграме, там, и тогда еще никто никогда в жизни ничего не скажет мне в лицо, потому что дам, блядь, по морде сразу, без разговоров, и, в принципе, и заключается в этом сейчас социум, когда люди пиздят в инстаграме, а когда тебя видят в глаза, блядь, отворачиваются, и притворяются, что они тебя не знают, это включает, абсолютно всех, блядь, звезд бодибилдинга, России, Украины, блядь, и Америки, которые что-либо когда-то обо мне могли, хотели сказать, хотя на самом-то деле, ёпта, я говорю только правду, я ничего не скрываю, и так дальше, вот, и сейчас работаем над очень классными проектами, у меня появился очень хороший, такой надежный человек в жизни, наконец-то появилась женщина, на которую я могу рассчитывать, вот, и она мне очень помогает в том, чтобы воплотить все мои идеи грандиозные в жизнь, и на самом деле в этом заключается партнер в жизни, потому что тёлок очень много, тёлок очень много, очень много тёлок, которые готовы просто от тебя отломить кусочек, блядь, один, второй, третий, и тебя полностью нахуй сожрать, вот, чтобы самому нихуя не делать, только, блядь, губы чукорчить в инстаграме, и пиздец, ёпта, таких миллион сейчас, вот, как насти свою стезю, и начни расти всей, так только перепробовав многое, да, здорово, Житомир, бро, а, блядь, по-другому никак, по-другому себя никогда не найдёшь, знаешь, когда люди говорят, блядь, я потерялся в жизни, ну, потому что ты ни хуя не делаешь, поэтому и потерялся, знаешь, сколько раз я потерялся в жизни, ёпта, мэн, да я, наверное, до сих пор потерян, но самое главное, вставать и делать, и начинать нужно с себя, и смотришь в тебя в зеркало, и начинаешь с себя, мэн, видишь, тебе нужно прийти в форму сначала, да, изначально приводишь себя в форму, и таким образом учишься дисциплиной, потому что, ну, без дисциплины никуда, знаешь, и как будто там не хотелось, и не кричалось, что армия долбоёба, и так дальше, ну, в принципе-то, по большой-то степени, оно может где-то далеко и там, хотя я огромное умею, имею уважение к армии, к военным, потому что моя семья военных, и так дальше, но сама дисциплина, да, она показывает, на то, что человек может добиться всего, чего угодно с дисциплиной, потому что дисциплина, это свобода, у тебя присутствует дисциплина в жизни, ты можешь быть кем угодно, и сказал добиваться какой угодно цели, и вот бодибилдинг, да, или фитнес, и то, что привести себя в форму, он учит тебя дисциплины, и начинать нужно именно с этого, да, нужно начинать с самого себя, и приведение себя в порядок, вот тогда, когда ты приведёшь себя в порядок, ты уже будешь иметь навыки, и дисциплину для того, чтобы применить её к другим своим аспектам жизни, да, и начинать нужно читать книги, которые тебя тоже сделают лучше, и пробовать самые разные вещи, всё, что тебе приходит в голову, ёпта, пробовать, знаешь, я когда-то читал газету американскую, не американскую, а нашу, блядь, её в Житомире, вот, и там искали проповедников, не проповедников, а переводчиков в американскую церковь, вот, и я уже был туда, ну, по-моему, в восьмом классе, или девятом, или десятом, девятом классе, что ли, вот, и, хе, бэ, это, кажется, было так давно, вот, и я увидел там объявление на американском, на английском языке, вот, и я уже, изучал английский язык, я просто себе, мне вздумалось пойти туда и стать проповедником, стать переводчиком, вернее, для проповедника, вот, но на самом-то деле, я просто очень хотел ехать в Америку, вот, и, если бы я этого не сделал, у меня, мне было английского языка, настолько хорошего, я бы не смог себя подготовить, не зная того, что я еще окажу здесь, и буду идти, вот, по этой дороге, в Палм Спринг, в Калифорнии, да, в пустыне, вот, и рассказывать тебе эту историю, но, к чему я это говорю, потому что, нужно пробовать все, нужно быть, наверное, стараться, если что-то пробуешь, совершенствовать себя в этом, и, скорее всего, у тебя придет момент такой в жизни, когда тебе будет ебать, блядь, да мне похуй, на эту церковь, и на все остальное, но если уже похуй, значит, нужно двигаться дальше, и пробовать остальное, знаешь, мне 34 года, я, мне кажется, до сих пор до конца себя и нашел, может быть, это и является путешествием всей моей личной жизни, для того, чтобы найти себя, или искать себя, и по пути, да, делать все, что я хочу, и видеть места, которые я хочу видеть, и путешествовать по миру, потому что планов у меня очень много, и самое интересное, то, что я верю в то, что я могу все осуществить, и появляется такое широкое чувство свободы, потому что ты все, все в твоих руках, все абсолютно в твоих руках, абсолютно, весь твой успех, все твое счастье, вся твоя любовь, все в твоих руках, люди почему-то заморачиваются постоянно, на то, на все, блядь, на проблемы в этом, на проблемы в том, и они живут этим говном каждый день, и сходят себя на нет, постоянно сравнивают свою жизнь, блядь, с соседом, а Галка поехала, блядь, повидел Галка, поехала в Турцию, а ты видел Наташка, блядь, вышла до какого замуж, шахалева мужика, и она себя сводит, блядь, этим живет в этом говне, всю свою жизнь, а на самом-то деле, блин, я смотрю, что если у кого-то что-то получается, я учусь от этого, я тем вдохновляюсь, меня это мотивирует, и я достигаю своих вершин, пускай они не такие высокие пока, но они вершины, и они меня делают лучше, вот так, чего вы тут наебать, опять в Житомир, я и Житомир, я не уезжал, красавчик, Житомир всегда во мне, хотя на самом деле, я не думаю, что Житомир на мне остался, я не думаю, что он во мне когда-либо присутствовал, возможно, может быть, какие-то там маленькие, свойства, или как они там сказать по-русски, вот, но, я не думаю, что я принадлежу вообще какой-либо стране, или какой-либо культуре, я мультинациональный, мультикультурный человек, вот, и мне нравятся все национальности, и все расы, и мне нравятся все люди, я себя чувствую частичкой каждого места, в котором я когда-либо был, вот, поэтому я не могу сказать, что я Житомирский, или русский, или украинец, или американец, я просто человек, который живет и дышит глубоко. Как совмещать бокс и качку? Ну, для себя тебе нужно определиться, что тебе хочется больше, для меня это уже больше, как мэш, я не ставлю себе там целью в бодибилдинге, накачать массу, и так дальше, потому что для меня это, ну, больше теперь я делаю для себя, чисто для развлечений, я себя чувствую клево, когда могу и укачнуть, и могу боксануть, и так дальше, кстати, знаешь, бокс тоже такая интересная фигня, видимо, видно лишь у нас, у русской, украинской, советской, какой-то, к этому, все-таки, талант, и только пришел в бокс, начал махать, и чувствую, но для меня это получается натурально, может, то, что я в Весту, там, знаешь, карате занимался, борьбой, и так дальше, и довольно-таки неплохо выступал, вот, и то, что мне драться приходилось постоянно дома, потому что быки, блядь, поковали, еб-то, не знаю, почему, может, потому что я был самый маленький и худенький в школе, и постоянно, блядь, приходилось идти в школу и попадать в драки, потому что люди приставали ко мне, блядь, если честно, тоже здесь, знаешь, бывает народ быкует, но получают в глаз, и все, и сразу алмаз, вот, поэтому для меня бокс, как-то так, знаешь, более такой натуральный вид спорта, в котором я себя чувствую, как рыба в воде, вот, но если говорить о совмещении, то, ну, я же тебе говорю, нужно для себя определить цель, что для тебя главная бокс или качка, вот, и если качка, то ставь приоритет на качку, а боксом пользуйся как кардио, вот, поэтому нужно будет правильно подбирать дни тренировок, там, и как ты тренируешься, и так дальше, вот, хотя, в принципе, если ты задаешь мне такой вопрос, я уверен, что тебе хочется добиться массы побольше, вот, и поэтому нужно будет боксом заниматься, наверное, два раза, три раза в неделю, вот, все. Ладно, сохранил, еб-те. Просто мудюгаюсь, не хочу, чтобы мамка моя слышала, а то она услышит, вот, что за красный худи, но это такое можно купить, кстати, за то, как это будет на вас выглядеть. бро, скажи, цель оправдывает средства? Нет, бро, это неправда. Знаешь, люди здесь, в Америке, допустим, та команда, которая у меня была, люди, которые клялись мне в верности, и так дальше, это люди, которые предали меня первыми, и, знаешь, был такой уебок, Джулиан Смит, и, который пользовался реально моими подписчиками, и так далее, чтобы самому вырасти, вот, и у него была такая цель, да, чтобы мамной воспользоваться, и я считаю, что, когда вот это взаимно, да, допустим, идет бизнес, тогда да, а когда человек в одну калитку играет, и когда люди пользуются кем-то, для чего еще добиться, я считаю, что это, ну, это не по-мужски, вот, поэтому я не думаю, что цель оправдывает средства, абсолютно нет, есть такие вещи, которые не купишь за деньги, и я об этом говорил, такие вещи на дороге не валяются, такие деньги, такие вещи, такие вещи, они, наверное, из них, и на таких вещах, наверное, основывается русская душа на таких ценностях, вот, и настоящих русских людей, вот, богатырей и так дальше, их все меньше и меньше даже в России, потому что люди сливаются с западной культурой и так дальше, и несмотря ни на что, да, я хотел даже в бодибилдинг принести вот такую русскую бригаду, когда я создавал компанию свою русскую, американскую, это Golden Nostalex, мне всегда хотелось иметь друзей, да, вот я когда смотрел бригаду для меня, или там, три мушкетера, для меня это становилось таким символом человечества, символом мужества, и символом дружбы, да, такая, вот ты мне говоришь, свелят оправдывая средства, нет, бро, нихуя, когда есть такая компания, когда есть такие люди, океан по коленам, и когда я вот создавал свою компанию, я создавал им на таких принципах, и люди, которые я привлек в свою компанию, я им отдавал все, и делился с ними всем, и можешь просмотреть весь мой инстаграм, пролистать, я ничего не удалил, только потому, что это было на самом деле, для меня настоящим, вот, это оказались подонки, которых ты впускаешь в жизнь, даешь им все, и когда людям даешь все, они хотят больше, и когда ты им даешь больше, они благодарны за это меньше, и когда ты перестаешь давать, ты превращаешься в скота для них, вот, и они готовы насрать на все, и в принципе вот что и получилось, с той командой, которая у меня была, меня один человек предал другой, и я от него не простил, я их отпустил, и когда люди начинают писать в инстаграме, он такой-сякой, а вчера клялились мне в жизни, это говорит о всем, а это говорит обо многом, люди, которые клянутся тебе в верности, в основном, предают тебя самыми первыми, вот, и вот на таких принципах, да, русских, наверное, нашинских, я и хотел создать эту компанию, и, знаешь, когда бомжа впускаешь в замок, этот бомж тебе там насрет, несмотря на то, что он живет в замке, он все равно накидает кучу говна, и будет жить на этой куче говна, и вот так и получилось, этих людей впустили в замок, понимаешь, я когда кодит робота, я всю команду повез в Огайо на Арнольд Классик, для того, чтобы его поддерживать, и когда он выступал, я орал на всю глотку, что он самый лучший, куда судьи смотрят, потому что его подсуживали, и водил по ресторанам, и угощал, и платил за тренеров, и так дальше, вот, этот человек начал говорить про меня гадости за спиной в инстаграме, и этот дебил даже не понимает, на какого он друга потерял, я готов за него был глотку рвать, но понятия таких, таких понятий здесь, в виде нет, они руководствуются таким, краткосуточным, наверное, каким-то удовольствием, либо доходом, и так дальше, для них нет понятия, как дружба, для них нет понятия верности, для них нет понятия чести, это капитализм, и эти люди растут в капитализме, и очень скудно иногда даже смотреть на наших, таких как бородач, который сюда приезжал, дам по морде, реально, когда увижу, по-русски дам по морде, бородат нахуй отлетит, и видеть таких людей, которые равняются на запад, и деградируют таким образом, но это вот чувство, чувство такое очень плохое, потому что я сказал, в глубине души для меня русские понятия, русские качества, и русские ценности, и русская культура, она самая дорогая, и самая близкая, потому что это то, как я вырос, и теперь я изменил, конечно, свое мнение на то, как я смотрю на команду, и как я буду делать бизнес, и так дальше, тебе людьми нужно пользоваться, подписывать контракты, и так дальше, для того, чтобы на тебя не насрали, потому что я вложил действительно сотни тысяч долларов в этих людей, я их поднял, я им показал, я их научил, они копируют, все, что я делаю, вот, и я не подписывал никаких контрактов, потому что, когда я всех собрал, я сказал, что я не хочу контракт, потому что мы друзья, и рукопожатия, этого достаточно, потому что я не хочу работать с людьми, которые не хотят быть рядом, я не хочу работать с людьми, которые здесь, только из-за контракта, вот, и я ошибался, в капиталистическом мире это, это не работает, здесь нужно подписывать контракт, адвокат, и давать людям в зубы дешевую двухдолларовую футболку, блядь, 300 долларов в месяц, и все, и на этом заканчивается все спонсорство, все дружба, все товарищество, все братство, его не существует, и никогда не существовало его тоже при золотой эпохе эры бодибилдинга, потому что те люди, с которыми я работал, там, легенды спорта, и так дальше, они, может быть, и легенды спорта в бодибилдинге, как люди, они говно, и друг друга ненавидят, и друг друга говорят гадости, я не хочу называть имен, потому что для многих людей они являются кумирами, и так дальше, но, в принципе, ничего в бодибилдинге не изменилось, потому что этот спорт основан на эгоизме, нарциссизме, и о какой верности может идти речь, понимаешь, вот такая жизнь. Бро, я не знаю, когда я буду в Чикаго, честно говоря, я сейчас в Лос-Анджелесе, и у меня здесь очень много дел, очень много проектов, работаем, кстати, надо очень классным проектом со Стивом Ризом, я же не знаю, не знаю, такой Стив Ривз, Фрэнсис Бенфато, и так дальше, поэтому, не знаю, сейчас очень много, очень много дел, открываем новый бизнес, и так дальше, потому что, знаешь, я пользуюсь, вот сейчас, тем успехом, который, в принципе, у меня получилось заработать, да, в сфере бодибилдинга, фитнеса, для того, чтобы развиваться и инвестировать свои деньги, инвестировать себя в какие-то другие вещи, другие аспекты, другие виды бизнеса, для того, чтобы я мог себя обеспечить тогда, когда я не смогу больше тренироваться и выглядеть достойно, или так, чтобы люди могли другие смотреть, равняться, и подписываться, и так дальше, да, потому что большинство бодибилдеров, с которых я встречал, и с которыми я работал, которые там типа легенды, и так дальше, типа легенды в спорте, все они бедолаги, все бедные, все несчастные, которые ненавидят Джо Уидера и человека, у которого был поменьше бицепс, но теперь побольше кошелек, понимаешь, вот, поэтому нужно быть очень умным, я, знаешь, разговаривал с представителем Стива Ривза, я от американцев, кстати, не говорил здесь, пару дней назад, и я ему говорю, что я работаю там с Фрэнком Коломбо, и с Томом Плацем, и так дальше мы работали, а он говорит, а ты мне, от Стива Ривза с ними не равняешься, Стив Ривз в бодибилдинге был всего лишь несколько лет, добился успеха, и воспользовался этим для того, чтобы двигаться дальше в кино и так далее, вот, и, знаешь, я об этом задумался, потому что, на самом деле, Том Плац был легендарным спортсменом и так дальше, а сейчас бомж, и точно такое же можно сказать про Самир Банута, тоже бомж, и про Робби Робинсона, тоже бомж, хотя они легенды спорта, понимаешь, вот, и было у них охуенное тело и так дальше, но эти люди провели всю свою жизнь, смотря в зеркало, и не думая о завтрашнем дне, потому что завтра ты можешь бы травмироваться, постареть, и так дальше придет следующий человек, у которого намного больше мышц, или у которого лучше пресс, и ты станешь никому не нужным и так далее, вот, когда занимаешься спортом, и ты в форме, нужно создавать свою платформу для того, чтобы построить какой-то бизнес, построить какую-то компанию, спортпита, хуита, что угодно, да, для того, чтобы обеспечить себя и не быть, блядь, ненавистником, который ненавидит всех и вся, потому что у него не хватило ума, для того, чтобы построить для себя что-то. Короче, ребята, такой вот прямой эфир, я могу очень долго разговаривать, я очень рад, что вы посмотрели, что вам понравилось, не понравилось, что мы уже для себя что-то подчеркнули, и, изменили свое мышление по поводу чего-либо для того, чтобы улучшить свою жизнь и добиться чего-то. Я вас обнимаю, ребят.